Ему кланяться надо? Ну да, он король. У нас тут не стоит, это лишнее. Чедвик Боузман известен в основном широкой массе тем, что сыграл «Черную киску» в фильме «Черная пантера» 2018 года. В этой же роли он еще появился в нескольких фильмах о семенителе. За роль «Черной киски» он получил 2 миллиона долларов. Только лишь потому, что фильм про кучу загорелых, за музыку к фильму создатели получили Оскар, за костюмы Оскар, за хуйдожественную постановку Оскар и еще кучу номинаций и премий на различных «Баклажан, бананы, обезьяны, арбузы, курицы и вордс». В Америке все никак не закончат извиняться за рабство. Также Чедвик Боузман играл в нескольких биографических фильмах, включая «42» 2013 года, где он играл первого чернокожего бейсболиста по имени Джеки Робинсон. Это фильм о притеснении чернокожих. «Черт, нет, ты же знаешь, что тебе нельзя! Убери тенегра!» Также Чедвик сыграл главную роль в фильме «Джеймс Браун» «Путь наверх» 2014 года, где играл певца Джеймса «Забыл фамилию». «Ты Джеймс Браун, и не важно, что ты черный». Для роли Чедвик два месяца учился петь и танцевать. В 2016 году Чедвику Боузману поставили диагноз «рак толстой кишки». Он много лет лечился от этого, проходил химиотерапию, очень сильно похудел, но, к сожалению, болезнь прогрессировала до четвертой стадии. И 29 ноября 2020 года Чедвик Боузман в 43 года умер от рака толстой кишки. Чедвик Боузман умер в кругу семьи, и эта семья позже в его твиттер-аккаунт написала о его смерти. Эта запись в итоге собрала больше всего количества лайков за всю историю твиттера. Набрала она в 7,5 миллиона лайков всего лишь за два дня. Второе и третье место по количеству лайков в твиттере занимает Барак Обама с 4 миллионами. Жизнь отнимал у своих братьев и шестер, чтобы отнять твою. Хью Киас Берн играл в первой части фильма «Безумный маг» 79 года. Его персонажа зовут Потрошитель у нас. Поговорим о Потрошителе. Хотя в оригинале он Токаттер, то есть Пальцерез. Поговорим о Пальцерезе. Надо поговорить о Нагорезе. Ты скажешь мне все, что знаешь о Забойщике. Нам надо поговорить о Газонокосильчике. Поговорим о Живоглоте. В четвертой части «Безумного Макса» 2015 года Хью Киас Берн играл несмертного Джо, у которого маска, кстати, похожа на маску Бэйна из «Темного рыцаря. Взрождение легенды» 2012. Ну нахер. Также еще Хью Киас Берн играл во многих фильмах, включая ТВ-фильм «Моби» и «Большой дик» 98 года. Навались, ребятки. За этот фильм актера Патрика Стюарта номинировали на премию «Золотой глобус» как лучшего актера. Хорошо. А что потом? И еще Хью играл в десятки фильмов, а также режиссировал два фильма. «Ночной ездок. Вот как его зовут». Роль в фильме «Безумный Макс. Дорога ярости» стала последней ролью для Хью Киас Берна. Он умер в 73 года 2 декабря 2020-го, отчего пока что скрывается. «Да я сам отведу тебя к вратам Вальгалы». Видящий только одним глазом, 196-сантиметровый и 136-килограммовый чернокожий американский актер Том Листер-младший, известен нам в основном по мелким ролям в огромном количестве фильмов. В конце 80-х Том Листер стал работать в рестлинге под именем «Зевс». А в 89-м году вышел фильм «Все захваты разрешены», где Том работал вместе с Халк Хоганом в нескольких сценах. Фильм принес ему внимание, и Том стал чаще появляться в рестлинге. Далее Том появился в фильме «Думай по-крупному» 89-го года, где главные роли играли Питер и умерший Дэвид Пол, про которого я рассказывал в предыдущем ролике про умерших знаменитостей. Есть ссылка в описании. Мы няньки! И кстати, я Сергей, и вы на канале «А я люблю людей». Если вам интересно смотреть не только мои ролики, но и почитать то, что я пишу про киношки, то заходите на Яндекс Дзен канал, ссылка на который есть в описании. Периодически туда пишу про киношки, и про мультики, и про то, что меня интересует. Точно! Ты ведь Сергей, а не Дмитрий. Извини, что так вышло. В 92-м году Том Листер играл в фильме «Универсальный солдат», где у всех универсальных солдатов был модуль на левом глазу, а у Томи Листера на правом. Это потому, что Томи видит только левым глазом. Правый у него незрячий. Все это понятное дело. Самой заметной ролью Тома стал фильм «Пятница 95-го года», где он сыграл злодея по имени Диво. Я выиграл, гони монету. Ты что? Проиграл. Эту же роль он сыграл в фильме «Следующая пятница 2000-го года». Что, придурок, помнишь меня, свинья? А вот уже в фильме «Пятница после следующей 2002-го года» его роль взял Терри Крюс. Да, вот классно-то. Отлично. Иди-ка сюда. Еще Том Листер появился в фильме «Остин Пауэрс Голдмембер» 2002-го года, про все части которых есть ролик на канале, ссылка будет в описании. Далее он сыграл еще в фильме «Санта-киллер» 2005-го года, где главную роль с «Убийцей Сантой» играл рестлер Билл Голдберг, про которого я рассказывал в ролике про рестлинг. Есть в описании ссылка «Рождество закончится, когда я скажу». Потом еще Том Листер сыграл в фильме «Темный рыцарь» 2008-го года, тоже есть отдельный ролик на канале. И появился в третьей части фильма «Человеческая многоножка» 2015-го. В 1996-м году Том Листер появился в провально научно-фантастическом экшене с Памелой Андерсон «Не называй меня малышкой». «Не называй меня малышкой». Затем Том сыграл президента в пятом элементе 1997-го, про который есть отдельный ролик на канале. «Теория любопытная, но не время ее обсуждать». И еще появился в роли охранника тюрьмы «В исполнитель желаний 2» 1999-го года и сыграл в чудовищно тупорылой говн-медией «Ники Дьявол-младшей» 2000-го года с Адомом Сэндлером. «Бэллори!» «Ты грязный подонок!» Также Том Листер сыграл в фильме «Дракула 3000» 2004-го года, где Дракула был на космическом корабле. «А ты даже не хочешь видеть меня голой?» «Я не такой дурак, девочка». В 2012-м году Тому Листеру предъявили обвинение, что он участвовал в сговоре в ипотечном мошенничестве. Том Листер вину тогда признал и выплатил огромный штраф. А 10 декабря 2020 года в возрасте 62-х лет Том Листер умер, предположительно от ковид. Но настоящие причины до сих пор пока неизвестны, так как вскрытие широкой массе не огласилось и результаты пока неизвестны. Известно лишь, что у Том Листера был также диабет второго типа, а это очень сильно влияет на течение ковида и от этого умирают. 2003 года и до самой своей смерти Том Листер был женат на Фелисии Форбс и у них остался один ребенок. Мертв не только супергерой Черная Пантера, но и суперзлодей Дарт Вейдер, потому что 196-сантиметровый актер и бодибилдер Дэвид Праус, который играл Дарта Вейдера в 4, 5 и 6 эпизоде Звездных Войн, умер также. Изначально Дэвиду Праусу в Звездных Войнах предложили положительную роль и роль Чубакки, но он отказался от нее и выбрал отрицательного персонажа Дарта Вейдера. Дэвиду Праусу было очень непросто сниматься в костюме Дарта Вейдера, особенно учитывая то, что снимали это летом в жару, а он надевал шлем и кучу теплой кожаной одежды, которую носит Дарт Вейдер. Голос Дэвида Прауса не мог произвести такую угрозу, как голос Джеймса Эрл Джонса, который на постпродакшене заменил голос Дэвида. У Дэвида голос звучит неубедительно, и у него есть небольшой акцент. Это акцент деревенских, из-за этого его съемочная группа втихую называла Дарт Фермер. Дэвид Праус спустя долгие десятилетия стал на своей фейсбук-странице выкладывать, как он поет, свои песни, и также вместе с музыкантом Джейсом Льюисом они сняли документальный фильм «Сила рта». Там Дэвид Праус продемонстрировал как раз-таки свои способности в голосе. У Дэвида Прауса и у режиссера «Звездных войн» Джорджа Лукаса были не очень хорошие отношения. Возможно, это из-за того, что Дэвид Праус спорил с Джорджем Лукасом на съемках, и не говорил, что в конце Дарт Вейдер не должен погибать, а также еще были слухи, что Дэвид Праус рассказал в интервью в одной газете, что Дарт Вейдер в конце фильма погибает и оказывается отцом Люка Скайуокера. Хотя позже, по-моему, это дело немножко порасследовали, и оказалось, что это не Дэвид Праус в итоге все-таки рассказал это газете. Этот спойлер тогда в газете вышел еще за два года до выхода пятого эпизода «Звездных войн». Из-за ссор Дэвида с Лукасом в шестом эпизоде «Звездных войн», когда показали лицо Дарта Вейдера, это был не Дэвид Праус, а Себастьян Шоу, который умер в 94-м году, 89 лет. В его сценах в оригинальной версии были брови, а вот в специальных версиях, уже которые вышли спустя много лет, ему дали эпилятор и триммер для бровей, и брови убрали на компе, так как Дарт Вейдер сгорел на работе. Ну и в улучшенной компьютерной графикой версии, которая вышла после первого, второго и третьего эпизода, актера Себастьяна Шоу заменили на Хейдена Кристенсена. В сценах, где Дарт Вейдер сражается с Клюком Скайуокером, Дэвида Прауса заменяли на другого дублёра, потому что Дэвид Праус бил с такой силой, вот этими палками, которые в итоге на постпродакшн заменили на лазерные мечи, настолько сильно, что они ломались. Дэвид Праус, Кенни Бейкер и Харрисон Форд не верили в успех «Звездных войн» и считали, что снимаются в каком-то говнище. Так же и думал Джордж Лукас, который проигнорировал тогда мировую премьеру четвёртого эпизода «Звёздных войн» и уехал на Гавайи отдыхать. Джеймс Эл Джонс, который дублировал Дарта Вейдера, тоже считал, что фильм говнище, и поэтому сказал, чтобы его имя даже не упоминали в титрах. Спустя годы, конечно же, всё поменялось, он обожает эти фильмы, говорит, что их любит и всегда любил. Привет, хороший канал у тебя, душевный. А во время съёмок «Звёздных войн» почти никто не знал о том, что Дарт Вейдер – отец Люка Скайуокера. И тогда все думали, что Оби-Ван убил отца Люка. Это говорил Дэвид Праус в съёмках той самой сцены, когда Дарт говорил Люку правду. И Джеймс Эл Джонс в черновой версии озвучки также дублировал Дэвида Прауса и сказал «Оби-Ван убил твоего отца». А уже после съёмок на постпродакшене эту фразу изменили на Дэвид Праус также и сказал, что должен был получить процент с прибыли шестого эпизода «Звёздных войн», но этих денег он так и не увидел. И после выхода первого, второго и третьего эпизода «Звёздных войн» он сказал, что ему не нравятся эти эпизоды. Это очень сильно обидело ещё раз Джорджа Лукаса, и отношения между ними совсем испортились. Дэвиду Праусу с 2010 года Джордж Лукас запретил появляться на всех официальных мероприятиях по «Звёздным войнам». Джордж Лукас объяснил своё решение тем, что Дэвид Праус сжёг слишком много мостов между ним, Лукасом и «Звёздными войнами». Дэвид Праус был женат с 1963 года, и у него было трое детей. У Дэвида ещё с 13 лет появился артрит, но когда он занимался тяжёлой атлетикой, то артрит исчез. Однако спустя время вновь вернулся в 90-м году. И из-за артрита Дэвиду заменили оба бедра и кость на лодыжке. А впервые на больших экранах Дэвид сыграл Франкенштейна в пародии на Джеймса Бонда 1967 года под названием «Казино Рояль». Этот фильм даже номинировался на Оскар за музыку и песню, и финансово был успешен. При 12 миллионах бюджета принёс 42. Это мои рекомендации. Думаю, с ними всё в порядке. Далее Дэвид появился в криминальной драме «Заводной апельсин» 1971 года, а позже и в шоу «Бенни Хилла» в 1974. Дэвид Праус также участвовал и в социальной рекламе, и с 70-х по 90-е годы он был человеком «Зелёный крест». Это был рекламный персонаж, который объяснял детям правила дорожного движения, как переходить улицу и прочее. Также Дэвид Праус тренировал актёра Кристофера Рива для роли в фильме «Супермен». Дэвид также пробовался на роль Супермена, но ему отказали, так как Дэвид не американец, а Супермен – это великий американский герой. Нет-нет, я не пью, когда летаю. Про все части Супермена есть, кстати, плейлист на канале, будет в описании ссылка. Какого цвета у меня трусики? Розовые. В 1999 году Дэвид Праус сообщил газете, что к нему в дом ворвались грабители, которые украли у него меч «Звёздных войн». В итоге оказалось, что это меч «Звёздных войн», купленный им всего лишь за 2 доллара на рынке, а не реквизит со съёмок «Звёздных войн», потому что реквизит со съёмок «Звёздных войн» Дэвиду Праусу никакой совершенно не разрешили брать с собой. У него ничего нет от «Звёздных войн». В 2013 году у Дэвида парализовало обе руки из-за инфекции и аллергии, вызванной лекарствами, которые призваны лечить и снимать симптомы артрита. Дэвид тогда был на грани смерти и перенёс много операций. Также его рост стал меньше. Ранее он был ростом 198 см. А в ноябре 2014 года газета Daily Mirror сообщила, что у Дэвида деменция – это приобретённое слабоумие. Но Дэвид официально отрицал это и говорил, что у него лишь небольшие проблемы с памятью из-за его возраста. Также известно, что у Дэвида был рак простаты. 28 ноября 2020 года, в возрасте 85 лет, Дэвид Праус умер от неуточнённой болезни, возможно, осложнение от коронавирусной инфекции. Брайан Деннехи известен ролью гадкого полицейского в фильме «Рэмбо. Первая кровь» 1982 года. В книге, на которой основывается первый фильм Рэмбо, написано, что полицейский Тисел, которого играет Брайан Деннехи и который доёбался до Рэмбо, был ветераном Корейской войны, а Рэмбо был ветераном Вьетнамской войны. И поэтому полицейскому было обидно, что все уже забыли про Корейскую войну и жалели только ветеранов Вьетнамской войны. Поэтому он и доёбался до Рэмбо. Также Брайан Деннехи ещё сыграл небольшие роли в более чем 100 фильмах, среди которых был фильм «Кулак» 1978 года со Сталлоне, «Грязная игра» 1978 года с Чавичейзом и Голди Хоун. Также Брайан Деннехи играл небольшую роль в вестерне Сильверада 1985 года. В научной фантастике «Кокон» 1985 года со Стивом Гутенбергом сыграл небольшую роль в «Гладиаторе» 1992 года. А также Брайан Деннехи режиссировал несколько ТВ-фильмов про Джека Рида, в которых и играл главную роль. 15 апреля 2020 года, в возрасте 81 года, Брайан Деннехи умер из-за остановки сердца, из-за сепсиса. Он был дважды женат и у него осталось пятеро детей. Фред Уиллард, как и Брайан Деннехи, был актером второго номинировался на премию «Прайм-тайм Эмми». Фред умер 15 мая 2020 года, в возрасте 86 лет, от остановки сердца. Ренис Антоний, сыгравший Чико в фильме «Грязный Гарри» 1975 года и Гонзалеза в фильме «Кобра» 1986 года, умер 1 августа 2020 года, 81 год, от рака горла и легких. Как я полагаю, он был заядлым курильщиком. Его фильмография включает около 100 фильмов и кучу второстепенных ролей. Дмитрий, привет! Спасибо за ролики на музыкальную тематику. Знаешь ли ты певицу Эму Хьюит? Музыка в стиле транс. Да, здорово, спасибо, Анатолий. Точно. Ты ведь Сергей, а не Дмитрий. Извини, что так вышло. Спасибо огромное Джеку Ньюфорну. И всем, кто есть на сервисе Patreon и спонсорах на YouTube в постоянной поддержке. А также спасибо тем, кто был на стриме и поддерживал меня. Новогодний стрим с подписчиками. Го. Обсуди в эфире сегодня. Пусть люди совет дадут и мнение выскажут. Фильм про осеменителей назывался «Шестое яйцо». И вы, наверное, можете проверить. Роль в фильме «Безумный Макс. Дорога ярости» 2015 года для Кью Хиас Бёрнах Хью Хиас Бёрнх. Я больше нечувствовал, что оперативная технология Я больше нечувствовал, что оперативная технология нечувствовала существовать много, много лет назад. Дэвид Прауз, Кевин Бейкен и Харрисон Форд. Кевин Бейкен. Кенни Бейкер. Что? Нет, я твоим отец.